За неделю истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтийским регионом. За прошедшую неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых самолетов, принадлежащих РФ. Об этом сообщает Новости Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы. Истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20 13 августа. Он совершал полет в Международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации, а затем улетал в обратную сторону без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора. Также он не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами. Уже 14 августа истребителям пришлось снова вылетели для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух Су-30, двух Су-35 и двух Су-27. Самолеты ТУ-22М3, Су-30 и Су-35 летели в Международном воздушном пространстве, с материковой территории РФ и в обратную сторону. Два самолета Су-27 кружили в воздушном пространстве недалеко от Калининградской области. Ни плана полетов, ни включенных радиолокационных ретрансляторов и поддержки радиосвязи у них не было. Третий раз, 16 августа, истребители НАТО поднялись в воздух для идентификации российского самолета Ил-20, летевшего из Калининградской области в материковую часть России. Он не выходил на радиосвязь, у него снова не было плана полетов и включенного ретранслятора. Напомним, Россия своими военными самолетами неоднократно нарушала воздушное пространство стран НАТО. Это касалось также новых членов Североатлантического союза, Швеции и Финляндии. При этом в декларации Вашингтонского саммита НАТО, который проходил в прошлом месяце, отмечается, что агрессивные гибридные действия России могут вынудить Североатлантический союз применить статью 5. Она говорит о том, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться, как нападение на всех членов НАТО, а также предусматривает ответный план действий. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина и страны НАТО работают над реализацией системы совместной защиты от ракет РФ.